Приветствуем вас на канале Мясорубка. Свежие новости подъехали. Начинаем крутить фарш. Америка в своей непосредственности дошла уже до такой степени милоты, что это восхищает. Они додумались до того, что требуют от Северной Кореи соблюдать санкции, которые против нее ввели. Это что-то поистине гениальное, конечно. Строго говоря, дело Запада – санкции наваливать, дело санкционированных стран – обходить это всеми имеющимися способами. Это как если бы Наполеон потребовал от Кутузова прекратить сопротивление вторгшимся войскам Бонапарта, потому что это, мол, нарушает священную волю французской империи. Такими темпами Пентагон скоро попросит у Ирана взять и самого себя победить, потому что у самих США лапки. Вот что передают СМИ. «Ожидаемый запуск северокорейского разведывательного спутника нарушит многочисленные международные санкции, запрещающие использование этой страной любых баллистических ракетных технологий», заявил представитель Госдепартамента Ведант Патель. Патель также заявил, что США предпримут необходимые шаги для привлечения Северной Кореи к ответственности, если Пхеньян решится провести запланированный запуск. «Это, конечно же, гениально, санкции они наложат. А у вас правда еще что-то осталось, что можно наложить? К тому же есть такое ощущение, что на фоне текущего международного обострения братский Китай поможет Северной Корее, да и Россия, строго говоря, тоже может не остаться в стороне. Потому что Америка вечно забывает одну простую мысль. Если ты начинаешь игру против всех, то в какой-то момент выясняешь, что логичным образом все оказываются против тебя. И ты уже не давишь противников по одному, как делают мудрые тираны, а встречаешь коллективный и сплоченный отпор. Кроме того, решила обостриться и Британия. Она взяла на себя повышенные обязательства и ввела санкции против России, опережая не только Евросоюз, но даже и страны Большой Семерки. Причем, как нетрудно догадаться, причина у этой небывалой британской прыти крайне простая. Она не слишком зависит от того, против чего решила санкции ввести. Вот что сообщает телеканал Sky News. Премьер Британии Риши Сунак объявил об эмбарго на ввоз в страну алмазов, меди, алюминия и никеля из России. Санкции также предусматривают замораживание экспортного рынка алмазов на сумму 4 миллиарда долларов. Британия также вводит санкции против 86 физических лиц и компаний, связанных с военно-промышленным комплексом Российской Федерации. Между прочим, Самсунак сейчас находится в Японии, как раз на саммите Большой Семерки на высшем уровне в Хиросиме. Так что понять причину этого британского перформанса совсем нетрудно. Лондон решил образцово-показательно выслужиться перед гегемоном и показать ему, кто лучше всего противостоит России и вводит против Москвы санкции. Причем сделать это решили, как говорят англичане, for cheap, то есть задешево. Вели санкции там, где это почти не ударит по самой Британии, но, следуя неумолимой логике, по этой же причине не причинят их меры особого вреда и России. Те же алмазы – это чудесно, но на Британию приходилось всего несколько процентов нашего объема сбыта, менее 5%. Так что ни для Лондона, ни для нас эти меры решительно ничего не значат, просто создают видимость кипучей деятельности на пустом месте. Заметим, что санкции против российской нефти Британия почему-то не разбежалась вводить, а точнее ужесточать нормально то, что уже ввела. А у них в портах стоит наша нефть, причем даже не переработанная, а сырая, просто перепроданная через Индию. И британцы невозмутимо говорят, что по их законам эта нефть не считается российской. И вот в этом деле они как-то не спешат обнаруживать принципиальность и наваливать санкции, потому что там им самим может стать больно. А тем временем Россия огромными темпами продолжает восстанавливать отношения с Кубой. Давно об этом поговаривали, его дошло до дела. На сей раз остров свободы посетил с рабочим визитом вице-премьер Российской Федерации Дмитрий Чернышенко. Между прочим, в составе нынешнего правительства у него довольно высокий ранг. Стоит напомнить, что именно Чернышенко во главе нашей делегации встречал в аэропорту Си Цзинпина, когда тот приезжал с трехдневным государственным визитом в Россию. А теперь он же прибыл на Кубу. Как передает ТАСС, в рамках рабочей поездки он проведет встречу с президентом республики Мигелем Диасом Каннелем. Также запланировано заседание межправительственной российско-кубинской комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству с участием заместителя председателя правительства России и заместителя премьер-министра Кубы Рикарда Кабрисоса, а также российско-кубинский бизнес-форум. Так что если штаты решили нарастить активность, образно говоря, на заднем дворе Россия, то и Москва готова ответить Вашингтону полной взаимностью на этот счет. Кстати, Вашингтон вообще в последние дни жжет, не переставая. Начать можно с того, что сейчас есть все основания припомнить Байдену его фразу, сказанную примерно год назад, прошлым летом, что нет никаких оснований, мол, бояться ракету-кинжал. Старина Джо тогда обосновал это столь блестяще, что на фоне свежих событий его цитату стоило бы отлить в граните, как говорится. Байден тогда заявил, что нет никакой причины бояться ракету-кинжал, даже несмотря на то, что она гиперзвуковая. Ну и что? Она же не ядерная, а обычная, конвенциональная, просто ее перехватить нечем. Это блестяще прозвучало уже тогда, а уж теперь воспринимается вообще с восторгом. Потому что старина Джо оказался полностью прав. Жизнь доказала, что перехватить кинжал действительно невозможно. И теперь именно из-за этого третий день стоит на ушах все НАТО, которое вдруг поняло, что их ключевые объекты все равно, что не имеют вообще никакого прикрытия с воздуха. Потом Госдеп заявил, что Байден не станет извиняться перед японцами за бомбардировку Хиросимы. Кстати, теперь в этом городе усилились протестные акции по случаю прибытия так называемого лидера свободного мира, который, надо отдать должное, умеет налаживать контакт с людьми. А еще Госдеп заявил, что Сирия не заслуживает возвращение в Лигу арабских государств. Ну, правильно, что вообще могут понимать арабы в том, кто заслуживает быть в Лиге арабских государств, а кто нет. Только Америка в состоянии тут разобраться и дать свой, как всегда, крайне необходимый совет. Между прочим, вот только что Асад прибыл в Саудовскую Аравию на саммиты лидеров арабских государств. Так что, можно сказать, наследный принц Сальман в очередной раз передает привет старине Джо. Ну что, господин Байден, хорошо слетали тогда в Саудовскую Аравию, удачно постукались кулачком с наследным принцем. Отдача с тех пор не мучает во всех местах гегемонского организма. А тем временем в самих США проблемы с госдолгом докатились до главной кормушки мировых борцов с авторитарными режимами, Американского агентства по международному развитию USAID. В организации забили тревогу. Если правительство увеличит лимит долга в обмен на сокращение госрасходов, ему придется урезать финансирование программ на 22%. В их число войдут проекты по противодействию российскому и китайскому влиянию в мире. В USAID апеллируют к тому, что на фоне потенциального секвестра бюджета организации Китай и Россия лишь наращивают и расширяют свои программы иностранной помощи, которые выступают средством продвижения их интересов и укрепления влияния в мире. Хоть ситуация и располагает к шуткам об оставшейся без денег плеяды независимых расследователей и свободных СМИ, серьезно рассчитывать на это не стоит. У подобных грантоедских структур хватает других источников средств из США вплоть до одиозных фондов Сороса. А с учетом того, что на 2024 финансовый год USAID запросила 32 миллиарда долларов финансирования, на 3 миллиарда больше в сравнении с предыдущим, без денег агентство не останется точно. И все это на фоне того, что на днях во время слушаний в Конгрессе министр обороны США Ллойд Остин подтвердил планы по отправке военной помощи на Тайвань. Сроки и тип вооружения, которые будут поставлены на остров, пока не разглашаются. Сейчас известна только сумма сделки – 500 миллионов долларов. Вооружение будет поставлено в рамках программы, ускоряющей предоставление военной помощи другим государствам. Она позволяет президенту США передавать оружие из американских запасов без одобрения Конгресса во время чрезвычайной ситуации. Слушания, на которых выступал Остин, проходит за несколько недель до того, как в Конгрессе будут рассматривать планы расходов на новый финансовый год. Представители Министерства обороны уже запросили 842 миллиарда долларов, которые в том числе пойдут на финансирование Тихоокеанской инициативы, включающие в себя, помимо всего прочего, укрепление системы обороны Гуама и Гавайев. А нам, дорогие друзья, надо теперь прерваться и разгрузить новую партию новостей для вас, чтобы приготовить завтра еще свежего фарша.